МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все ямы под одну гребенку. В дорожном ремонте разнообразие не в почете, да и не по технологии. Все причудливые ямы, маленькие и большие, приводят к общей форме. Ровные и четкие края, прямые углы. Работа эта не столько ювелирная, сколько требует сноровки и поддается только настоящим мужчинам. Это трудно физически? Ну, скажем так, асфальт. Асфальт-то легко не бывает. А то, что холодно сейчас? Ничего, мы одеты хорошо. После того, как яму привели к стандарту, из нее убирают камни, мусор и пыль. И только потом начинают ее заделывать. Заливают горячим выше 200 градусов асфальтом. Обязательно жидким. Такова технология. Асфальт и бетонная смесь сама ровно растекается по яме. Немного подождать и можно ездить. Чтобы вот эти 15-20 минут никто по ним не ездил, что делаете? Мы оставляем фишки, сами остаемся. Ну, смотря это, опять-таки, от ям. То есть, если яма большая, мы остаемся сами. Если она глубокая, потому что ее могут выдавить сразу. Были такие ямы, что чуть ли не полночи сидели около, чтобы на нее не наехали. Было и так. Ямочный ремонт на дорогах традиционно проводится осенью и весной. В то время, когда горячий сезон дорожного ремонта закончен, а ямы на дорогах еще остались, их можно залатать точечно. Несмотря на то, что ямочный ремонт не самый надежный, такие асфальтобетонные заплатки – настоящее спасение дорожного полотна. Они переживают зиму, держатся дольше. Если потом появится необходимость ремонта улицы, тогда уже выпиливаются. Ямочный ремонт обходится дешевле как для самих дорожников, так и для водителей. Ровная дорога более безопасна, а значит, автолюбители сэкономят на шиномонтаже.